Золотобалка Звилина, Национальная гвардия Украины. Слава Украине! Героям слава! Так, украинскую армию встречают в деоккупированном селе Михайловка на Херсонщине. Всего же в области уже освобождено более 50 населенных пунктов. Из последних достижений Архангельская, Большая Александровка, Староселье и стратегически важнейшее село Давыдов-Брод. Кто здесь жил? Да, они отступают, да, мы пытаемся рассечь эту группировку. И мы уже взяли, и мы выдвигаемся вдоль реки Ингулец от Давыдова-Брода. Давыдов-Брод перешел под наш контроль. И мы отсюда развиваем успех вдоль реки Ингулец, тоже в направлении реки Днепр. Тогда получается, что мы прижимаем. Херсон будет в полукольце между Черным морем и между рекой Днепр. По информации украинской разведки, Путину еще неделю назад докладывали. Группировку РФ с правого берега Украины необходимо выводить. Удерживать позиции более невозможно. Но диктатор решил, что он умнее всех. И пополнил группировку мобилизованными гражданами РФ. Результат и правда последовал. Обменный фонд Украины вырос. В итоге освобождение Херсонщины происходит уже сразу по двум направлениям. От Николаева и от Кривого Рога. Главная задача согнать правобережную группировку вниз по течению Днепра. Именно туда, где их ждут разбитые Новокаховские и Антоновские мосты. А следовательно, невозможность эвакуации. И тут самое интересное. Когда военное руководство РФ наконец поймет, что группировку пора отводить, как такое количество людей и техники переправить тремя разбитыми мостами и парой паромных переправ через одну из крупнейших рек Европы, они вряд ли придумают. То количество, которое сейчас концентрировано на правом берегу российских подразделений, если оно начнет эвакуироваться, то это будет довольно-таки, скажем так, жирная цель. Ведь такое большое скопление сил и средств противника, ну просто сложно будет не заметить. Но русские не привыкли думать наперед. Пока этого не случилось, оккупанты усердно окапываются, заливают бетоном укрепрайоны и обустраивают аж трехступенчатую линию обороны. Видимо, в надежде на то, что ВСУ будут в лоб штурмовать ее пехотой. Правда, зачем украинской армии терять своих людей, если все эти героические рубежи можно лишить снабжения, банально оставить людей без припасов, без еды и топлива, чем заставить их самостоятельно отступать? На этот вопрос Минобороны РФ не ответила. Поэтому, делая акцент на снабжении, можно и сокрушить оборону, даже самую тщательно проработанную. Это обескровит обороняющуюся сторону. И вне зависимости от того, какие укрепления они занимают, в каких местах они держат линию обороны, вне зависимости от этого, эти линии обороны их попросту не спасут. «Умри, но сделай!» Эту излюбленную команду российских полководцев их бойцы все чаще выполняют лишь наполовину. Причем на первую. Они умирают. В результате группировка, которая готовилась оккупировать Николаев, сегодня не способна даже удержать свои позиции. Чего отнюдь нельзя сказать о ВСУ. Что мы имеем на сегодня? Расширение плосдарма, улучшение позиций вооруженных сил Украины есть. Отсутствие полноценных логистических артерий, функционирующих у российских оккупантов аналогично. И что очень важно, неэффективная, абсолютно неэффективно работающая система управления и система обеспечения передовых подразделений российских оккупационных войн. Исход российской оккупации Херсонщины ясен уже даже простому обывателю. Единственное, в чем расходятся мнения, какой будет судьба самих военных РФ. Варианта у них всего три. Уничтожение, бегство или плен. Редактор субтитров А.Семкин